Привет, друзья! Снова вы на моем канале и продолжаем дальнейшую обработку наших овощей. Я вот сегодня собрала немножко перчика. Они уже не кондитятся, не знаю, дозреют, не дозреют. Решила, в общем, их обработать. Сегодня покажу вам простой рецепт и перчик получается очень вкусно. Сейчас я помою перчик, нарежу его на кусочки и вернусь к вам. Итак, я все подготовила. Я помыла, порезала вот на такие кусочки перчик. Сюда еще понадобится нам небольшой пучок петрушки. Этот, который у меня остался, я его пока отставлю в стороночку. Еще нам потребуется чеснок, соль, растительное масло, сахар и уксус. Баночки у меня тоже стерилизуются, потому что их надо сейчас подготовить, чтобы они уже были готовы. Итак, для того, чтобы нам сделать маринад, я уже поставила кастрюлю. В кастрюлю у меня литр воды. Как только у меня закипит, я добавлю сахар, растительное масло, соль, чеснок и петрушку. У меня закипает вода. Я сразу сюда добавляю на литр воды полная горкой столовая ложка соли. Сразу добавляю сюда сахар. Добавляю растительное масло. Сейчас у меня немножко растворится. Чеснок. И нашу петрушку. И сразу будем сюда закладывать наш болгарский перчик. То есть выливаем сюда сразу уксус. Все перемешиваем. И засыпаем наш перчик. Как только закипит, варим его 10 минут. Итак, у меня закипает. Я убеджаю ненамного огонь. И ставлю на 10 минут. Через 10 минут мы будем с вами перекладывать их в баночки. У меня вышло время. И я перекладываю наш перчик плотненько в стерилизованные уже баночки. Итак, я все разложила. У меня... Я делала половину порции, потому что это уже не первая партия. Я разложила по самой плечике. И сейчас я вот этот маринад, в котором варился наш перчик, его прокипячу. И этим маринадом закрою наши баночки. И тут же закатаем. Итак, мой маринад закипает. Уже не закипает, а прокипел уже минуту. Я разливаю теперь наш маринад по баночкам. По самые плечики. Это очень вкусные получаются перчики. Бесподобно. Попробуйте сделать хотя бы чуть-чуть. И вам уверяю, у вас этот рецепт понравится. Все. И закатываем. Укутывать не надо. Стоят такие баночки при комнатной температуре. Ну, вот такая баночка получается. Так мы поступаем со всеми нашими баночками. Ну, вот, мои дорогие, я закрыла баночки. Очень они красивые. Очень они будут вкусные. Попробуйте приготовить. Здесь у меня было сделано на полтора килограмма перца. А по рецепту идет на три килограмма. То есть на выходе получается на один литр маринада получается семь баночек по 0,5. Попробуйте приготовить. Это действительно, правда, вкусно. Зимой получается, он получается как свежий. Такой слегка маринованный вкус, сладенький. В общем, просто рекомендую. Итак, продолжаем тему заморозки. Заготовку наших овощей я вчера уже порезала. Сегодня утром у меня замерзли помидорки. И я их сейчас... Образовалась небольшая наль, но это ничего страшного. Сейчас я разложу это по пакетикам. И в таком виде буду замораживать. И потом, когда захотите что-то приготовить, вы достаете такую помидорку, укладываете либо на запеканку какую-то, либо на кусочек мяса, который запекается в духовке. И это будет очень вкусно. Сейчас я все разложу и покажу результат. Вот такая красота получается. Вы можете заморозить как и в пакетиках, так и в контейнерах. А потом достаете нужное количество, расположив на мясо или там запеканку. И получится очень даже вкусно. И сейчас я вот то, что у меня осталось от перца, порежу тоже мелким кубиком. Разделю по маленьким пакетам и тоже отправлю в заморозку. Это потом пригодится для рагу, для супов. В общем, в чем душа будет угодно. Это тоже хороший вариант. Чтобы не выбрасывать вот такие вот обрезки, их можно просто потом использовать. Итак, я порезала, брала в маленькие пакетики. И этого пакетика как раз хватит на что-нибудь. Либо это будет в зажавку пустим, либо будем тушить в срагу. Вбираем в морозилку. Еще один сделаю, одну заготовочку. Здесь у меня болгарский перчик. Я сюда кину 3 зубчика чеснока и несколько помидор. Это у меня будет тоже типа заправка для супа или для чего-нибудь еще. Но у меня применение оно обширное. Поэтому я сейчас это перемелю. И залью в формочки. У меня специально есть формочки. И в таком виде буду замораживать. Потом оно когда замерзнет, переложу в пакет. И это будет у меня очень хорошая помощь. Моей готовке. Вот такая красота у меня получилась. И я теперь перекладываю вот прям в баночки. И так буду замораживать. А потом когда замерзнет, я ее переложу в отдельный контейнер. Конечно подпишу о том, что здесь у меня перец, чеснок и помидор. Вот так и буду замораживать. Сейчас я поступлю совсем так же. Вот такая красота получилась. И буду я использовать для мяса. Может быть для супа. Может быть для тушения какого-нибудь арагу. Можно в боль добавить. Можно в суп добавить. Можно куда угодно. И мы теперь убираем ее в морозилку. И еще один вариант для любителей кинзы. Это тоже будет своеобразный соус. Итак, я сюда укладываю наш чеснок. Здесь у меня кинза. Я его тоже порву сейчас мелко. И положу подготовленные свои помидоры. И все это взобью. И так же заморожу. Тоже будет для мяса, для шашлыка. Вообще будет супер просто. Ну, такая красота у меня получилась. Я сейчас тоже переложу по контейнеру. И заморожу. Вот такие вот баночки. И потом можно будет использовать одну баночку или две баночки. Как хотите. Может кому-то идея эта понравится. И вы так же будете заготавливать. Сейчас я все разложу. И покажу, что у меня получилось. Вот такая красота получилась. Она сейчас у меня замерзнет. И я потом вытащу отсюда и переложу в контейнер. И потом буду использовать для тушения мяса. В общем, для чего угодно. Пахнет, конечно, очень вкусно. Если вы не любите кинцо, вы можете использовать петрушку, например. Можно использовать укроп. Тоже будет очень хорошо. И последнее, что я сегодня заморожу, это будет зеленый лучок. Я его уже помыла, обсушила. И сейчас просто меленько нарежу. Сложу в пакет и уберу в морозилочку. И так я его порезала. И теперь убираю его в пакетик. А потом, когда зима придет, потому что такого лука зимой не будет, пока он сейчас такой очень ароматный, вкусный. И можно сделать и оладушки с него, и в супчик добавлять. Он ничем не хуже, если покупаете его, например, свежий. Он становится точно такой же, имеет такие же свойства, как и замороженный. Поэтому, если кому-то понравилось, я еще буду дорезать, поэтому, ну, не сегодня, а когда у меня будет лучше. Поэтому пока я заморожу так его. И вот в таком виде, выпущу сейчас воздух, я отправлю его в морозилку. И на этом мое видео я заканчиваю. Я много чего сегодня уже сделала. Ну, по крайней мере, у меня ничего не пропадет. Итак, дорогие мои, я с вами прощаюсь. На моем канале еще будет много-много чего интересного. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Можно деться лайки. Если кому-то понравилось, я буду только рада. Рецепт перчика я оставлю внизу под видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok